Мужчины, те, которые действительно чувствуются их энергетика, они дарят бриллианты, и это очень приятно. Давай за это покалякаем сейчас, короче. Сука, скрипач, не смотри сюда, отвернись, мы целуемся. Слушай, а куда водят обычно, куда приглашают на свидание? Тебе нравится анальный секс? Казаться, мясо. Дверь вон там. Приветствую, мужчины, на связи Владимир Шамшурин. На этот раз я не один, у меня в гостях очаровательная девушка, которую зовут Женечка. Здорово, Женя. Привет. И в преддверии моего нового долгожданного для всех тренинга по свиданиям, который пройдет 10-11 марта, о котором я еще расскажу в конце видео, то есть, собственно, решил узнать мнение женщины о свиданиях, о том, что с этим связано, из первых уст, поэтому вот из, скажем, определенного пула доступных нам, в хорошем смысле слова, девушек, мы пригласили Женечку, которая с удовольствием, я думаю, ответит на наш вопрос. Женечка. С удовольствием. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Приветствую тебя, мужчина, это Шамшурин, и у меня для тебя очень крутая новость. Наконец-то по многочисленным долгожданным просьбам зрителей, собственно, тебя и всех остальных, я сделал суперкрутой тренинг про свидания, который называется «Свидания. Уровень Бог». Этот тренинг стартует 10 марта и продлится два дня. 10-11 марта. Это будет полных два дня, посвященных свиданиям, для того, чтобы все твои свидания стали максимально 100% результативными. И, наконец-то, ты перестал обламываться или уходить недовольным, или не знать, что говорить. В общем, для того, чтобы ты закрыл все свои вопросы и начал проводить свидания реально на умне Бога. Весь свой 10-летний опыт общения с девушками я вложил туда. Все, что я узнал за это время, я этим всем с тобой поделюсь. Важная штука – это будет проходить в формате реального живого свидания. Я буду показывать, рассказывать на живой девушке, объяснять каждый свой жест, каждое слово, каждую фразу. Мы будем брать в нее обратную связь, ты будешь задавать ей вопросы, не задавать вопросы. Это будет очень круто. За эти два дня твоя жизнь просто перевернется. Ты вообще навсегда, раз и навсегда, забудешь о неудавшихся свиданиях. И на этих свиданиях девушки будут пищать от восторга. Итак, 10-11 марта. Вся информация по ссылке под этим видео. Стоимость растет с каждым днем. Количество мест ограничено. Есть три варианта участия. Это онлайн, живой формат и вип-формат. Жду тебя на этом тренинге. Не пропусти. Это будет просто самое крутое мероприятие за этот год. Поверь мне. Переходи по ссылке, я буду тебя ждать. Увидимся. Какие вообще парни тебе больше всего нравятся? Давай найдем издалека. То есть тебя наверняка приглашают мужчины на свидание. Ты такая, ну, с ногами там и так далее. Вот. Яркая, общительная. Мужчины любят, когда девушка все-таки как-то идет на контакт, более-менее хотя бы. Какие мужики вообще приглашают в принципе? То есть с какими приходится ходить на свидание? Хочу сказать всем, потому что девушкам нравятся умные мужчины. Это первое. Внешность для меня вообще на самом деле не главная. Я вижу потенциал человека. Когда я только начинаю с ним разговаривать, все. А как это назвать? Потенциал по каким вещам, по вопросам каким задавишься. Потенциальный молодой человек, потенциал человека. Я вижу то, что он, как, сейчас, подожди, даже сформулирую. Слово вспомни, да? Слово вспомни. Я чувствую, что он в дальнейшем будет успешным. Пусть он сейчас занимается какой-то обычной деятельностью, но это чувствуется. Человек стремится, человек хочет расти. Вот я могу это все определить на первом свидании. Я не знаю, как это получается. Кстати, правильная тема. Лучше, наверное, спросите, а сколько бы ты хотел зарабатывать? Какие у тебя планы? Сколько ты хочешь зарабатывать через год? Там, я не знаю, какие-то дедлайны. Очень приятно, когда мужчина сам спрашивает, какие у тебя планы на жизнь, какие твои мечты. Это понимаешь? Человек не видит в себе какую-то красивую картинку. Он уже как-то задумывается, что у тебя в голове. То есть, типа того, что хочет сказать, что он не хочет просто заняться сексом, он тебя рассматривает. Да. Может быть, они так играют. Если он пикапер, то он так играет. Вот, да, до сих пор. На этом я ошибаюсь. А как они тебя приглашают на свидание? То есть, вот, взял у тебя номер человек. Ну, неважно, каким-то мистическим образом, как мы уже поняли, твои номера оказываются у некоторых мужчин. Как они тебя приглашают на свидание? Вот он тебе звонит, говорит, Евгения, ну, раз это там, Аркадий Исакович. Помните, в этом доме престарелых? Вот, вы со мной там познакомились. Не, короче, что они говорят? Вот он звонит. Меня сразу привлечет то, что если человек пригласит меня пообедать, если пригласит там на ужин или какое-то вечернее свидание, меня почему-то все время настораживает. А вдруг это маньяк? Вдруг уж что-то от меня такого нехорошего хочет. Если он реально тебе понравился, то есть, как бы, ну, есть ли какая-то, блядь, связь, что он там с подарком придет, без... да какая разница, мне кажется? Лишь бы он сам был прикольный. То есть, бывает же такое, что приходят мудаки, ну, и там с подарками, а ты сидишь, ну, блядь, я же должна сидеть и вот за этот подарок делать умное лицо, короче, с тобой разговаривать. А я как раз-таки за то, чтобы они были без подарков. Я обычная девушка, пусть это будет Uber, пусть это будет обычное такси. Ты приходишь и видишь перед собой красивый букет цветов, красивый стол, прекрасный ужин, но мужчины думают, что мы за это что-то должны. Какое-то иное общение. Но это абсолютно не показатель. И вижу по глазам. Я понимаю, что человек, знаешь, человек начинает расстраиваться, что я как-то не уделяю ему должное время и внимание, а я веду себя, не то, что я холодно себя веду, я веду себя так настороженно немножко, потому что мне нужно узнать человека. А он уже ждет чего-то большего за свои цветы, за свой ужин, уже с первой встречи. Они привыкли, что можно, внимание, женщины купить. Соответственно, отсюда в обществе стереотип, что если у тебя проблема с деньгами временного характера, то тебе не светят никакие женщины, потому что нужны бабки, нужны бабки. Да бабки не нужны не для этого, чтобы просто не обламываться, чтобы быть уверенным, спокойным, что поехали на два дня в Париж, а поехали. И не для того, чтобы специально это делать, для того, чтобы, ну, захотелось тебе. По поводу дорог, какой самый дорогой подарок был именно на стадии ухаживания, если не секретно? Мужчины, те, которые действительно чувствуются, их энергетика, они дарят бриллианты, и это очень приятно. Кольца, украшения. И, типа, ну, как бы, я сейчас спрашиваю, и что, со всеми с ними был секс, то есть бриллианты, это прям, окей, короче, шуба нет, цветы нет, бриллианты, окей, там галка такая, райдер показываешь мужику, говоришь, ты видел бриллианты? Ну, я же не прошу. Да, это типа их право. Самое интересное, что это, они же это делают по своему желанию, да? Они это делают по своему желанию. Есть, мне кажется, два типа мужчин, которые думают, что если после подарка ты не уделил им достойное внимание, они считают тебя меркантильной. А есть те, наверное, кто дарит эти подарки, а ты хочешь от них чего-то большего, какого-то другого отношения, и они вот думают, что ты слишком, как-то, грубое слово, зажралась, в общем. А есть те, которые не дарят подарки и просто ебут? Ну, хорошо, просто, то есть вот. Ну, это очень грубое слово. Он не подарил тебе подарков, но у вас с ним какое-то время были отношения. Да. Мы запикаем слово ебут. Да, да, конечно. И, собственно, я к чему спрашиваю? Значит, какой-то корреляции, корреляция-то, объясняю, связь между... На самом деле, именно... Корреляции нет, короче, да? Да, и именно с такими мужчинами получается длительное отношение. Вот у меня год, три года. Эти отношения не основывались на подарках. А ты говоришь, женщины, они не выпрашивают, типа мужчины сами ходят. Женщины иногда делают так. Они идут специально с мужчиной маршрутом мимо бутиков, короче, так. А они заранее их маршрут планируют. Идут... Ой, смотри, смотри, смотри! Он такой, знаешь, смотрит, как кот из Шрека такая. Вот я тебе хочу так сказать. Если она на первом свидании вот так вот изобразит, то, в принципе, можно подумать, что девушка какая-то меркантильная. С любого нормального мужика, мне кажется, это оттолкнет. Хотя прикол в том, что есть большая такая каста мужчин, которая считает, что все нормально, так и должно быть. То есть они настолько привыкли, что как бы это все должно покупаться. То есть мужик считает, что его самого недостаточно, что к нему обязательно должны прилагаться. Это как, знаешь, интернет-магазин. Если вы закажете прямо сейчас, там мы вам подарим еще там бриллианты и всякую херню. Вот что у мужчин в голове, я не понимаю. А это же, согласись, это нелогично, потому что он подарил там 10 карат бриллиантов. Не в каратах не разбираюсь. А завтра появился чувак, который говорит, я тебе подарю 30 карат бриллиантов. И то есть тот, который 10, по логике при общих равных, ну, идет лесом. Так что ли? Ну что за стереотип какой-то? Нет, конечно. 50 карат. Нет! Да нет, у меня, допустим, сейчас вот висит бриллианты, но я про них не могу просто сказать. От кого? А они настолько охуительные, что никто. Они просто от такого человека. Ну, короче, все поймут. Опять там директор лесхозпрома. Все поймут просто. То есть, я понял. Запекайте. Имя директора лесхозпрома мы не имеем права разглашать в этом интернет-магазинке. Ну ты опять рассказал про него. Бля, короче, я угадал, что рыб, мост, кост, крупно, рок, скот. Но ты уже трижды это сказал. Он уже сейчас приедет. Смотри, он уже едет. Боже, надо бежать. Скажите, Евгения. Слушай, а куда водит обычно? Куда приглашают на свидание? Ну вот в Москве. Я просто как не издруга. Ну, хорошо, давай возьмем Москву. Давай в Москву возьмем. Достаточно приличные. Так сказала неоднозначно. Конкретные места? Ну вообще, я имею в виду там какие-то рестораны дорогие-недорогие. Но можем конкретные. Потом позвоним и скажем, ребят, с вас бабки, короче, нам это было на рекламу делать. Да, вот стараются. Ну куда, давай мне говори, я знаю все. Ну, допустим, вот луч. Ну мне там нравится. Луч вообще один из моих любимых резких. Очень хорошо, да. Ну вот такой, как бы безли... Он цивильный, но без лишнего выебона какого. Хотя я там видел там Пашу, там еще каких-то чуваков. Директора опять же. У особого хозпрома там не распространяется. Вот. Что еще какие-то? Просто когда есть такие места, так как Турандот более шикарные. Я тогда чувствую... Ты где вот эта люстра? Да, да, да. И, короче, у тебя ощущение, что ты, сука, попал, короче, на похороны императрицы, там, не знаю, Екатерины Второй. То есть на похороны, потому что все молчат. Я не знаю, как себя чувствовать просто в таком ресторане. Да, он шикарный, он мне нравится. Но сразу складывается мысль, что мужчина в голове, что он хочет, приведя девушку в этот ресторан. А если я тебя приведу в крошку картошку, по твоей логике, что я трахнуть тебя не хочу, да? Ну, во-первых, ты... А, пойдем пожрем, и ладно, че ты? Так, что ли? Во-первых, ты изначально, если вот ты заинтересован, ну, мне кажется, ты спросишь, какую кухню я люблю. С каким наполнителем картошечка? Смотрите, значит, по поводу места истории следующей, что это не должно быть супер пафосное место. Почему? Потому что в этом Турандоте, например, очень повышенное внимание со стороны стафа, персонала. То есть ты там не успела стакан поставить, тут уже стоит Халдей, короче, наливает тебе его. То есть ты тут не успела бросить жвачку, подползает мужик с открытым ртом, говорит, я могу тебя выбросить сюда. То есть, а для того, чтобы, ну, допустим, тебе было комфортно с ним там целоваться, ну, допустить его к, это, к святому. То есть тебе же согласись, нужно, чтобы все-таки была какая-то более интимная обстановка, да? Да, вот я хотела сказать, да, именно то, что мы были именно наедине. А вот когда вечно много официантов, кто-то бегает, здесь может быть какой-то скрипач. Сука, скрипач, не смотри сюда, отвернись, мы целуемся. Да, я люблю те места, в которых, допустим, столики в уголочке, красивенькая такая атмосфера, уютная, где ты можешь пообщаться наедине, где тебе не будет ничего отвлекать. Как бы вы можете находиться в социальном месте, но вы, мы находитесь наедине. Я бы сейчас попил еще, конечно. Выпил? Попил. Выпил я вчера. Слушай, можно я тебя спрошу? Говорю, снимай. Я просто хочу знать. Я ищу мужчину, который бы не пил. Ну, ты знаешь, он не пил вообще? Да, вот у него было такое, как мировоззрение, что он, не то, что он там какой-то больной, что? Денчик не пьет? Денчик не пьет. Вообще. Я хотел сказать, что они все ебанутые, короче, те, кто не пьют. Потом вспомнил, что тут Денчик, еще что он, короче, там мастер спорта по какому-то, не знаю, древнекиргизскому, там, бойцовому искусству, там, и я понял, что я лучше и так не говорю. Смотри, не, я считаю, что мужчина, ну, я по себе считаю, я люблю красное вино, например. Это не значит, что я с утра открываю, проснулся, ну, понедельник, бутылочку въебал, и пошел там в душ зубы чистить. И знаешь, что прикольно, там, не знаю, сожрать мясо, ты готовишь, ты умеешь хотя бы? Я у меня готовить, просто мясо не ем. Блин, ну, короче, так я знал, что толку никакого, смотри, взять мясо, там, стейк, взять вина, там, допустим, сухого, красного, это же, блядь, так прикольно, пожрать, ну, совсем не пить, не знаю, ну, как бы я, я, допустим, смотри, я пью вот как, я могу раз в две недели выпить, я могу там, не знаю, из трех дней каждый день, ну, не знаю, какой-то там Новый год, там, сходил, там, взял там с кем-то. Ну, подожди, но есть же девушки, которые абсолютно не приезжают алкоголь и мясо, допустим, готовы ли мужчины? Мы ищем тех, кто готов идти на какие-то уступки ради девушки. Верю вон там. Почему все так категорично? Мужик, короче, значит, история следующая, если ты хочешь, чтобы я была одна женщина, ты должен отказаться от мяса, после этого, знаешь, как это будет обычно, вот давай сейчас повторяю эту фразу, ты должен отказаться от, то есть я тебе сейчас просто покажу, как он отреагирует и насколько быстро. Я не скажу так. Нет, просто представь, ты должен отказаться от мяса. Смог бы ты ради меня отказаться от мяса? Дверь вон там. Это будет еще быстрее, я не смог изобразить. А неправда. Слушай, вот если у нас с тобой ничего не было, если я обычный смертный, как я их называю, то есть будет так, что я скажу тебе, я даже могу это сейчас, мизинец, блядь, собаке оторвать, короче, и кинуть, вон жалко собачку, как он мерзнет сейчас, подожди, я такой добрый пиздец, короче, что надо сделать, что от мяса отказаться? Легко, лишь бы ты дала. Прямо так и сказал. Прямо так только кончил, короче, такой, алло, там чихана номер один, мне, короче, уч панджу на шпажке, блядь, мне кажется, они, короче, готовы отказаться от чего угодно. А я не скажу это на первом свидании, я же буду его сморожить. Ты посмотри, какая статистика, сейчас же все поменялось, сейчас очень много мужчин едят мясо. Ну, это Москве, наверное, больше. Ну, где мы живем? какой-нибудь Барнаул там скажем. Я не поеду. Ты что, я бону уносишь, что ли? Как он у меня? Да, я не поеду. Я поеду и Барнаул. Скажи, был ли такой момент, когда тебе нравится мужчина, но он жестко тупит, вот ты уже там, у вас там третье, пятое, семьдесят шестое свидание, там, не знаю, ты уже, короче, за место себя манекен там привезла, я сказала, вот ты пока с ней посиди. А и ты думаешь, ну когда? Я готова. А он, короче, вот тормозит и все. Были такие случаи? Вопрос очень шикарный, потому что таких случаев большинство. Офигеть. Я не говорю, что там, я уже, нет, в принципе, да, я уже и намекаю. Ты готова заняться сексом? Су первым, ну, если все, теоретически возможно. Если человек себя действительно правильно ведет, я себя с ним чувствую комфортно, то, нет, на первом нет, конечно. Нет, что? А на каком? Неделя через три. Я не знаю, какое это будет свидание. Почему? Ну, правда. давай, ну, смотри, серьезно, у тебя же было такое, что, у кого-то из твоих подруг. Третье свидание может быть, да. Я, конечно, за то, чтобы дольше оттягивать этот момент, потому что я хочу, ну, как, понять, что это действительно мой человек. Я не могу, ради развлечений это делать. у тебя не было такого, курортный роман, там еще что-нибудь, там, там, мужик прикольный, ему, короче, через два дня уезжать в свой Саранск, а он, короче, это вы с ним встретились, не знаю, там, на Бали, например, и это, ты понимаешь, что, мужик классный, я живу в отеле, где одни китайцы, сука, одни китайцы, короче, а тут Василий, короче, из Саранск. Ну, было, хорошо, был такой случай, но, я тебе хочу сказать, что потом, я понимала, что связи с этим мужчиной больше не будет, но потом они меня находили, они не могли забыть это, ну, как это. Господи, это вообще не обсуждается, понимаешь, я не пробовал, честно, но я уверен, что так оно и есть. Отлично, когда девушки приходят на тренинг, да, к нам, мы приглашаем, то есть там они говорят правду, там с ними случается какая-то космическая атмосфера, то есть на них это все давит, ты гипнотизируешь? Да, как-то атмосфера такая, они начинают говорить правду, да, типа мы там засыпаем, как бы, если бы парень классный, если бы он, естественно, берет на себя всю ответственность, всю инициативу, мы готовы заняться сексом, там еще что-то, еще что-то, а вот так вот на улице подойди, спроси, он скажет, что? Как мне, знаешь, вот это дело, вот это дело, как мне стыдно такое спрашивать, молодой человек, вот, поэтому круто. Тебе нравится анальный секс? Что ты меня спрашиваешь? Ну, как я могу ответить сейчас на этот вопрос? Как ты можешь ответить на эти вопросы? Ну, я сейчас не отвечу тебе на этот вопрос, ты ставишь меня в какую-то такую неловкую ситуацию. Ставишь колено-локтевую позицию. Тогда ответишь на этот вопрос на тренинг, потому что, как бы, позиция такая, я люблю, чтобы люди задавали вот те вопросы, которые действительно беспокоят, поэтому... Короче, ребята, то есть, естественно, что большинству из вас сейчас хочется, наверное, задать какие-то вопросы, там, не знаю, по поводу секса, по поводу каких-то интимных подробностей, по поводу еще чего-то, это нормальные вопросы, которые возникают в головах адекватных мужчин, любых мужчин, да, то есть, и, соответственно, у женщин такие же вопросы к мужчинам, поэтому будет такая возможность. Естественно, что мы здесь не можем сейчас этого показать. Когда вы придете на тренинг, который называется «Свидание. Уровень. Бог», вы сможете задать, и придете в живом, и в онлайн-формате, кто в живом даже сможет с Женечкой за ручку поздороваться, представляете? Я хочу услышать вопрос. Вы находите в зоне досягаемости, там еще будут другие девушки, которых вы будете трогать, на них учиться тренироваться на кинестетике. Да ладно, я думаю, я одна там буду, я хочу быть там одной. Я хочу быть одна. Я хочу быть одна. Там вы зададите все эти вопросы, обязательно. Она на них, ты же ответишь на них, Женечка? Я отвечу на все вопросы, потому что мне это тема очень интересует. А еще не спрашивайте, как по поводу, не знаю, устроен адронный коллайдер? Я почитаю, я подготовлюсь. Я найду ответы на все вопросы. смотри, дельфин, они как бы посмотрят, в это время ты исчезнешь. Нет, я отвечу на любой вопрос. Какое самое скучное было свидание? Был какой-то момент, который ты навсегда помнишь, что это был пипец? О, я чуть не заснула, когда человек рассказывал только о себе, о своих проблемах, о своей жизни. Нет, я готова выслушать. Я сама задам вопросы. Мне интересно узнать побольше о человеке. Но когда полностью человек... Было, что он молчит и не знает, что говорить? Было и такое, да. Но я любого раз говорю. То есть, а если он тебе еще и не нравится? Я говорю, если я понимаю, я не буду из жалости как-то продолжать общение. Я сразу говорю, все. Я очень прямая. Ну, что ты говоришь, да, как ты прекращаешь? Прости, но мне нужно ехать домой, и тут, в принципе, все понятно. А мужик что-нибудь говорит? А, как же... А давай встретимся еще? Я только заказал. А как же мои надежды на то, что я наконец-то, не знаю, потеряю местность в 46 лет? Я обычно говорю, у меня проблема у подруги с машиной, там двигатель взорвался, мне срочно нужно ехать, помогать. Двигатель взорвался. Но понимаешь, он в надежде, что мы встретимся еще. Он пишет дальше, продолжает, но... Получается, я из жалости отвечаю, но я ему говорю, что мы не встретимся больше. А он что говорит? Я добьюсь тебя. А вот нет. Почему-то мужчины... Шлюха, тварь, сдохни. Нет? Я найду тебя и убью за это. Они говорят, значит, оно тебе так надо. А, это, короче, новая манипулятивная техника. Запоминайте, ребят, надо применять обязательно. Я слышал, ну, такие ужасные примеры, как, ну, оставь свой телефон, ну, что тебе жалко, что ли? Блядь. А здесь, короче, другая история. Значит, оно тебе так надо. Да, это я должна добиваться. Что в голове у человека интересно? Он думает, что значит, это, услышав этот, ты такая скажешь, блядь, точно, он меня застыдил, мне же надо. Они хотят к себе повышенное внимание. Кто не хочет себе повышенного внимания? Я понимаю, но на первых стадиях общения, на первых свиданиях. На каких стадиях мужику можно уже просить внимания? А можно, можно, я пойду. Мне внимание отвечает. Ну, то есть, когда я уже, как могу рассчитывать на внимание? Ну, третье уже, свидание, да. А можно, знаешь, как сделать? Я прихожу на 5 минут. Говорю, ладно, я поехал, через день там прихожу еще на 5 минут, и, ну, ничего. А ты заметил? Сразу на 3-й прийти. Кстати, вот такой зацепит девушку. То, что он такой быстрый. Ну, как женщина, это гладить противоречий, которая говорит сначала, что... Потому что она загадочный с ним увидит, какую-то брутальность, он такой деловой, раз приехал, вот, я приехал, чтобы увидеть твои глаза, все, уехал. Знаешь, как классно? Девушка зацепит. А у меня в книжке, короче, есть такая техника, пироженка называется. Это когда, допустим, ты познакомился с девушкой, у тебя еще свидание с ней, она там говорит, ну, мы там через неделю можем увидеться, мне дает вот там диссертация. Ты, например, говоришь, там днем едешь, говоришь, а где ты сейчас там на работе? Типа, давай я заеду на минутку, у меня на тебя кое-что есть. Ты херак, ну, вроде бы у тебя официальный повод, ты решил заехать, подарить ей пироженку. Мы таем. Да, ей так приятно, а ты, типа, в этот момент ее уже видишь, она думает такая, ага, прикольно. Не важно, что она там думает про пироженку и так далее. Это вообще 10 галочек. Смотри, как это работает. Ну, на психологии я тебе расскажу, и ты больше не будешь ни у кого врать пироженку и говорить им не приедет. У тебя создается иллюзия, что вы уже несколько раз виделись, и когда он приходит с тобой на то самое долгожданное первое свидание, а у тебя уже в голове, что вы с ним до этого несколько раз, пусть даже на 5 минут, пересекались. И психологически... Да ладно. Да, психологически, вы наивные пиздецы. Психологически, это кажется, что это уже не первое, а какое-то еще. И то есть, типа, мужику будет проще овладеть тобой. Так вы им просто мозги нам запудриваете? Нет, вот все остальные, наверное, делают это неосознанно. А я учу мужчин тому, как запудрить вам мозги. А мы, знаешь, думаем, что позаботился. Или, знаешь, допустим, мы не можем встретиться, потому что я приболела. Подожди, сейчас там приеду... у меня сифилис, я на ближайшие 2 месяца не могу. Почему ты можешь не захотеть идти на следующее свидание? Вот у вас первое прошло. Я, как мужик, думаю, наверное, все было круто. Мужики иногда это... Из крайности в крайность, то они себя совсем чморят, то иногда они неадекватно считают, что у них там все. А ты берешь и не приходишь на следующую встречу. Почему так он может быть? Причина. Сейчас будет странный ответ. Запах. Запах. И только. У меня... Нет, я могу сходить на второе свидание, но если я чувствую... У меня какое-то вот ощущение, запах они там обязательно изо рта. Короче, запах это очень важная херня, я с тобой согласен. То есть, это вот на уровне какого-то животного. Может быть, все вот там, зашибись, и человек хороший, и все. Но там запах, ну, не только дыхание, там запах тела, запах, не знаю, какой-то химический, не знаю, состав, вот, то есть, это даже может не ощущаться, вот, то есть, кто-то другой подойдет, скажет, да, нормальный запах, что-то, ну, как бы, и кому-то ему, кстати, кто-то совпадет. А часто бывает, что по запаху нравится. Да. У меня, знаешь, в детстве была история, короче, у меня был телефон, такой дисковый, оранжевый, а у нашего соседа не было телефона. И сосед, короче, приходил к нам постоянно позвонить. Ну, это я еще из тех динозавров, которые жили, когда не было сотовых, представляешь, так до сих пор еще живу. Я тоже там жила. Офигеть. Нет, я молодая, прекрасная. Этот чувак приходил позвонить, а он, сука, я не знаю, он даже не курил приму, он ее, наверное, ел, блядь, понимаешь, просто каждые две минуты, то есть, от него настолько сильно воняло какими-то дешевыми сигаретами, то есть, вот просто вот, не знаю, он заходил к нам, уже, короче, было херово, а он, понимаешь, он все время же вот так в трубку дышит, сука, а у этих телефонов у них вот как с дырочками откручивается, а там динамик. И то есть, вот эти вот микрослюни, блядь, вся эта херня, она туда попадала, и потом просто этим телефоном пользоваться было невозможно. Фактически, у нас был телефон, но он, сука, был для того, чтобы пользовался соседом, потому что, когда он уходил, после того, я только позвонил, как бы, к нему никто не подходил, он к телефону. Вот у меня такое, вспоминали. Самое запоминающееся свидание, Женечка. Про бриллианты с Roskrom Prom Home Hose мы уже слышали. Со счетом 2-0 Россия выиграла вчера Финляндии в хоккей. Кстати, да. Тебя переклинила, короче, вспомнила, что на кикторскую работу я тебе хочу сказать, вообще кто где, я все здесь делаю. Я тебе хочу сказать, что самые крутые почему-то свидания получались, когда при просмотре хоккей или футбола. Я просто очень люблю. А, то есть вы идете в какой-то бар там? Да, да, да. Можно даже дома наедине. Охуенно, да. Балетик. Балетик. Балетик говорила, что типа все такое, там я не такая, я такая. На первое свидание дома наедине смотреть балетик. Ты рисуешь флаг России, там Монти рисует флаг России на счетчик. Ты ему рисуешь. Может я за Киргизию болею. Допустим, играет в Германии и Испании. Ну, Германия, Барселона. Германия, это Барселона, да. Ребята, кто не знал, ну, как бы настоящая информация следующая. Это не... На самом деле, нет, попробуй сделать серьезную все. На самом деле, Барселона это команда из Германии. Борда Байройт. Я тебе про противников говорю. Германия и Барселона? Да. Ну, это ж не Россия. Ну. А, а у тебя флаг России, короче. Я понял, я понял, в чем я вступил. А у тебя флаг России. Не важно, кто играет, я к этому говорю. Сексу на первом свидании. То есть, главное... Это романтично. Все, запоминаем. А какой был самый вот конченый, неадекват просто какой-то вот чувак, который просто, ну, все, ты подумала, боже, зачем? Зачем я пришла? Именно про первое свидание или встречалась? А, ты неадекватно встречалась? Да. У каждого придурка своей радости. Есть такое выражение. Знаешь, это маска была, когда он на свидание ходит, 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 одевает какую-то маску, 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 а потом в отношениях раскрывается. А это всегда так? Это проблема. Все хотят понравиться, все хотят выглядеть лучше, лишь бы только им там, не знаю, раздвинули ноги, а когда все происходит, эй, а теперь полетели носки, короче. Понеслась. И иногда не с первого... Не с первого раза. Слушай, на свидании, на первом какой-нибудь чувак пришел, ты сразу поняла, что все, он конченый, он неадекватный, надо валить. Да, болела, бежала. Нет, я говорю, это как выглядело, почему ты это поняла? Ну, знаешь, такое бывает, как назвать, быдлядское поведение такое. Нет, мне почему без бриллиантов? Знаешь, подача... Ну, в смысле быдлядское, он, короче, сел вот так вот. Давай за это покалякаем сейчас, короче. Че там, как тебя же... А я ему говорю, я же леди. А как вы, кезеков, называете женщина? Ну, не леди, а как он меня. Чувиха. Слушай, я тебе расскажу случай прикольный. С твой зубок. Подожди, случай расскажу прикольный. Знакомилась... Давай, расскажи. Познакомилась, общались с перепиской, нормальный человек. Я говорю, а почему мы не встречаемся? Я уже сама, давай встретимся. Он там, допустим, прошел достаточно много времени. А он мне говорит, а я сижу в тюрьме. Блядь. Вот, прикинь, пообидно было чуваку. Он мне говорит, а может ты ко мне придешь на свидание? На свиданку. Ты что издеваешься? Конечно, нет. А это вообще не было фотографии было. Я не знаю, как я это узнаю? Поэтому девушки не любят переписки. Лучше вот, же вообще. Поэтому они сидят вот так вот просто, 35 часов в сутки. Я не говорю про инстаграм. Инстаграм, телеграм, там еще что-то. Это по работе. Конечно, по работе. Твой был самый долгий ухажер, что вот он там пожирал твое ухо очень долго. Ну, в смысле, он долго с тобой общался, 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 общался. И ты в какой-то момент уже потеряла к нему интерес, как к мужчине, так и по-даку. Да, и было такое. Сколько это было в десятилетии? Год. Год? То есть он за целый год не решился сделать какие-то попытки в сторону секса, да? Он за эти годы не понял того, чего я хочу, на самом деле. И только отдалялся от секса. А ты секса хотела, да? Не-не-не, я не делал не в этом. Ты говоришь, нет, я хотела отношений. А, соответственно, отношения начинаются прям серьезные. Когда? Когда происходит? Да. А они, в принципе, секс начинают. Ну вот так. То есть для того, чтобы получить отношения, по логике, он должен был, ну, инициировать секс, я правильно понимаю? Да, 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 да. А он его не инициировал совсем, или он пытался там дрожащей рукой судорожно... Ну, конечно, пытался. Что ты делаешь? Мы еще совсем мало знакомы. Да? 14-го будет два месяца. А я чувствую, что мне человек внешне, ну, да, симпатичен. В нем есть, он умный, приятен в общении, но косяков очень много. А ты не пробовала, ну, сидит еще, а ты не пробовала, ну, не говорить, когда он, знаешь, так, то есть не говорить ему, типа, чувак, ну, не трогай меня, а говорить, ладно. Мне так хорошо, мне нравится. Я пыталась, я минуты три держалась. А потом все-таки вот эта женская, вот, природная херня сработала. Да, надо же повыебываться там, надо же сказать, что... Ну, это понятно, у вас это, вас бог обидел, кстати. А самый быстрый ухажер? Самый быстрый. Ну, то есть пришел на свидание и прям моментально там начал, там, смотри, бельфин, раз, потрогал тебя, так, так, так. Да, вот есть такое. Был такой чувак? Да. Он, как его называем? Он знает, я тогда, может быть, моя глупость была в тот момент, потому что она все это... Может, он пикапер был. Пикапер? Сто процентов. Супер. Просто он так вот это все сделал, что я даже вот как под гипнозом опомниться не смогу. Ну, сама себе, как говоришь, она только что-то говорила, да, там, что что-то... Ну, ладно, я понял. Ну, пусть он не пикапер был, допустим. Что, типа, на первом... Брутал, супер какой-то брутал. То есть он тебя прям начал лапать через 40-50 минут, наверное, через час. Я не про лапать, ты говоришь, самый быстрый секс, да, но... Это было на курорте? Нет. Нет, не на курорте. Почему 30-40 минут? Сюда не может длиться вечер. Смотри, еще раз, у тебя было такое, что, то есть вы на первом свидании занялись с мужчиной сексом. Бля, что я наговорила? Что я наговорила? Они же это записали. Ты говоришь про быстро, а я говорю про второе уже свидание. А, отмазочный, слушай, ты это, тебе надо, короче, знаешь, такие курсы вести по тому, как это, отмазываться это. И еще есть такие курсы, как, короче... Ну, я не скажу тебя сейчас ничего. Как взаимодействовать с этим, как вы, с детектором лжи. Вы, у вас были случаи воровства на работе, присвоения собственности вашего руководства, например, в вашей фирме? Нет. Нет, как можно наебать до такого лжи? Ты говоришь, да, то есть ты не врешь. Да ладно, а поподробнее ты говоришь, ну там ручку домой взяла, короче, мне понравилась, красивая, зелененькая. Я знаю. И тебе надо, короче, еще и по другим темам ввести. Ты говоришь, только что, через 40 минут там все было. Я говорю, да ладно, на втором свидании. На втором свидании после шестого, который там, какой, восьмой, по-моему. Жесткий секс или мягкий секс? Жесткий. Что, всегда, что ли? Не всегда, просто не нравится. А когда мягкий? Мягкий... Наш глаз задержался. Мягкий... Блядь, с него лучше жесткий. Сейчас, мне надо бегу, мне нужно выйти. А вот смотри, представь, чувак пришел на свидание, наоборот, допустим, ты хотела бы, то есть тебе понравился мужик, он там классный. Ты хотела бы, чтобы он там взял, тебя прижал к стене, там, не знаю, взял за волосы, короче, там, везде, я отправил. Ну, конечно, не на первом свидании жесткий. Да, причем есть, конечно, на первом, ни в коем случае жесткий. На первом, сука, только мягкий. В инструкции РФ какой-то там закон, номер, рука там какой-то. Он должен мне узнать, как ты получше. Секс – это как свидание. Секс – это как свидание. Я хотел бы узнать тебя получше, жесткий или мягкий. Поехали. Я тебе не проеду, я к тому, что вот ты хочешь, чтобы чувак прям вот взял тебя там, овладел тобой, а он сидит там вот, так, это знаешь, вот. А вот когда он так начинает делать, однозначно секса не будет. А был такой, что вот ты думал, что сейчас будет ураган, короче, а вот он такой, знаешь, тебе не больно, а тебе хорошо. Ну, конечно, было. Это же пиздец, мне кажется. Это просто полный. А ты терпела или вставала и уходила, говорила, я больше не могу. А, по лицу было видно. В финале короткий блиц-опрос, значит, я тебе задаю вопрос коротко, ты на него коротко и быстро отвечаешь. Я сейчас буду тобой манипулировать, я буду очень быстро их задавать, и ты будешь так говорить правду, в конце концов, получается. Ну, а если я буду тупить? Тупи. Обычная женская сочетание. Цвет глаз. Корей. А у кого мужчин? Мы про мужика говорим. У кого мужчин нет, не знаю, там, вот это. Просто меня на кассинге все спрашивают, цвет глаз так спросил сейчас. Да, все, я понял. Мы сейчас, вот все, чтобы я не спросил, оно сейчас, внимательно, оно касается мужчин. А, свидание с мужчинами или что-то еще. Цвет глаз. Корей. Супер. Я не подхожу. Цвет волос. Бринет. Блядь. Так, длина волос. Короткий. Три главных качества. Ум. Потенция. 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 И потенция. Ум, потенция. Что больше нет качества? Три, это когда еще одно. Три, это между темные волосами. Хуенные качества вообще. Я развил себе качество темные волосы. Качественные. Три отрицательных качества. Ложь. Отсутствие потенции. Запах. Я не знаю, качество это или нет. Неперспективность. На что обращать внимание в первую очередь? Ты, вернее, обращаешь. Одежда, стиль. А, еще раз. На что обращаешь внимание в первую очередь? На стиль. Веришь ли в дружбу между мужчиной и женщиной? Не верю. Почему? Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Запомните. Ну правда, опыт. Секс на первом свидании, да? Нет. Так, что тут написано? Мне просто написали ассистенту. Так, а, типаж брутал или обычный? Брутал. А брутал это как вообще? Как он выглядит? Привидетка. То есть, если у него там борода, как сейчас вот модная, значит, он уже все брутал. Ну, борода, конечно, плюс. Но если нет бороды, то подача, харизма. Подача. Вот это да. Вот как раз следующий вопрос. С бородой или без? С бородой. С волосами там или нет? С волосами. Знаю, кого тебе посоветовать. Так, самое важное в паре? Любовь. Простишь измену? Нет. А мне? Бьет, значит, любит. Бьет, значит, любит. Нет, мне просто не будут рассказывать. Типаж знаменитостей какой-нибудь знаменитый человек? Джонни Депп. Размер имеет значение? Имеет. Удивоположенное? Ну, мы про рост говорим. Конечно, про рост. Это вообще правда. Мы про его кошелек говорим. Мы про членов. Мы про пикистку говорим. Ну, не выражайся так. Дубль номер два. Тут же нас смотрят дети. Мы говорим про его друга. Про его друга. Про его маленького друга. Про его большого маленького друга. Или какого-то друга. Давай следующий вопрос. Я ответила. Ответила? Сколько должен зарабатывать? Ой, блядь. Много. Много. Цифра? Цифра? Да. Месяц? Да. От трехсот. Не надо, блядь. Ну, хотя бы уже можно на него посмотреть, как это самое. Обратите внимание. Нет, там, допустим, трехсот, а двести семьдесят восемь. Ну, все, нет. Не вариант. Прям не вариант. А если вам понравилось? Ну, есть девушки, которые любили в школе точные науки, допустим, как я. Я точно. А ты сразу говоришь при встрече, типа, сколько ты зарабатываешь? Нет, я вижу. Как ты видишь? Часы, костюм, обувь. У меня собачья. У меня есть друг, который зарабатывает двушку, он ходит в кутки. Это я знаю. Не знаю. Из зары, потому что ему, как бы, ну, просто не надо. Да, но я тебе говорю, энергетика... Мужчина, смотри. Я знаю, что тебе этого видео оказалось мало, и ты же понимаешь, что в него вошла только какая-то вырезка. Но я решил дать тебе возможность посмотреть его целиком. Для того, чтобы посмотреть полную версию, это очень прикольно, ржачно, весело, интересно и, самое главное, информативно. Тебе нужно перейти по ссылке под этим видео. Там есть это видео целиком. Смотри, наслаждайся и записывайся на тренинг, который стартует 10 марта. 10-11 марта, тренинг «Свидание. Уровень Бог» онлайн и живой формат. Будем менять твою жизнь и делать так, чтобы твои свидания стали 100% результативными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok